Каково было видеть себя в образе Уэнсдэй в первый раз? Это было очень странно, смотреть на себя и слышать себя, и также моя героиня выглядела очень по-другому, в отличие от меня. Я чувствовала какой-то диссонанс в виде себя на экране. На тот момент твоей карьеры Тим Бёртон знал, что он хочет именно тебя видеть в этой роли, или он предложил тебе только прослушаться? Я получила электронное письмо от Тима Бёртона и думала, что это какой-то пранк. Я никогда не думала, что такой легендарный человек напишет мне, и я была невероятно счастлива, и я чувствую себя удачевой. Ты упомянула то, что было очень странно видеть тебя в образе Уэнсдэй, и я хотела спросить, какая любимая твоя трансформация в образе Уэнсдэй? Сколько времени ты проводила за макияжем и одевая одежду? Я думаю, все это занимало меньше часа. Я думаю, для меня были важны косы, но также одежда, она была важным атрибутом в ее образе. Что мне запомнилось больше всего, это когда я надела первый раз платье Уэнсдэй. Но также я любила и челку, и я очень рада, что у меня была свобода, что я могла добавлять что-то в этот образ. Могла пробовать что-то новое. Так как подросток Уэнсдэй была уже не похожа на ту, которую я видела ранее. Что было главное, основное в создании своей версии Уэнсдэй? Я думаю, я возвращалась к началу, когда она была описана как грустная, немного милая, и мы видели ее саркастичное чувство юмора. И она такой же и остается в наше время. Я думаю, что сценарий написан очень похожий на ту Уэнсдэй, которая была в 90-е годы. Но так как мы представляем Уэнсдэй новому поколению, мы хотели немного отдать должное тому, что было сделано ранее. И также показать аудитории что-нибудь новое. Ты упомянула Кристину Ричи. Она прекрасная. Давала ли она тебе какие-то советы насчет роли Уэнсдэй? Кого вообще было работать с Кристиной? Мы вообще не говорили о Уэнсдэй, и я думаю, что это было наше обоюдное решение. Когда мы познакомились, она рассказала мне о ее семье, откуда она. Оцени свою киномаму по шкале от 1 до 10. 11. Она невероятно милая и смешная, и я обожаю ее чувство юмора. Абсолютно все, что она говорит, вызывает у меня бурю смеха. В этом сезоне у Уэнсдэй завязывается роман. Что ты думаешь по этому поводу? С самого начала я говорила сценаристам, что я не хочу, чтобы у нее был любовный треугольник. Я думаю, что она стремится победить и всегда одержима этим монстром. А насчет любви, я думаю, что это интересно, в какой-то мере развлекательно для нее. Она ни в какой мере не одержима мальчиками, и она знает, что наоборот все ее одержимы. В сериале также очень много интересных и тяжелых трюков. Ты делала сама их или тебе помогали дублеры? Я выучила все трюки, бои на мечах, фехтование. Это действительно было важно для меня. Физические аспекты в плане фехтования, которые я знала, что хотела сделать сама. И теперь хорошая фехтовальщица. Не хочу хвастаться, но мой учитель сказал, что если бы я пришла на 10 лет раньше, то, возможно, была бы олимпийской чемпионкой. Но я не хочу говорить, что я прекрасный фехтовальщик, но все же у меня хорошо получается. Что страшнее, Уэнсдэй или Крик 6? Крик 6. Что ты можешь нам рассказать о Крике 6? Мы закончили снимать в Монреале летом. Самые пугающие и страшные сцены, я думаю, это были с призрачным лицом. Я думаю, что он никогда не был настолько страшным и жестоким. Я думаю, фильм понравится тем, кто любит кровь и ножи. Это полный ужас. Продолжение следует... В последнее время... Продолжение следует...